Девушки отдыхают Мы не случайно выбрали Чистопрудный бульвар, ведь это самое близкое к центру города место, где ходят и курсируют трамваи. Именно на этом бульваре курсируют трамваи старейшего депо имени Апакова, которому в этом году исполняется 105 лет. Давайте этому факту тоже отдельно поаплодируем. Ваши аплодисменты! Девушки отдыхают Составы курсируют по известным маршрутам 1, 3, 14, 22, а также А, известная Булгаковская Аннушка. Мы предлагаем вам сегодня уникальную возможность увидеть историю жизни московского трамвая. Кстати, они уже появляются перед вами за долгие 115 лет, начиная от ретро-трамвайных вагонов до трамвая ближайшего будущего. Сегодня вы услышите увлекательный эффект от трамвая прошлого и сделаете этот рамвай с актерами, картинами и покинами создания дорогих трамвая. Все ваше внимание устремляло на нашу трамвайную колону. Дорогие друзья, несколько минут на приезд и расстановку всех участников сегодняшнего трамвального парада. Прошу вас, доставайте ваши мобильные телефоны, входите в камерах и фиксируйте события на долгую, долгую порез. КОНЕЦ КОНЕЦ Какая росота? Какая росота? Просто посмотрите. Каждый из вас имеет уникальную возможность осмотреть все трамваи. За эти минуты сфотографироваться с нашими историческими персонажами. А я, тем не менее, озвучу вам некоторую интересную информацию о старинных трамваях, которые представлены сегодня здесь. Итак, напротив меня, прямо перед метро, чистые трубы, стоит вагон в конно-железной дороге, которая называется «Конка» с «Империалом». «Империал» — это второй ярус, второй этаж, который вы можете наблюдать. Именно этот трамвай сейчас сделает движение на местном бюджетном вперед. Считается, что именно с этого вагона, конно-железной дороги, началась история московского трамвая. Трамвай передвигался в проекцию, тащила его конная упряжка из двух лошадей. Конка стала альтернативной так называемой линейки. Линейка — это многоместная телега с крышей без боковых стенок. Ее также тащила проконная упряжка, на телеге стояла скамейка, а пассажиры сидели в параллельных движениях, спинах спине. Курсировалась линейка по постоянному маршруту. Линейка встречала максимум 12 человек. Тогда, в то время, вместо асфальта на дорогах города лежала брусчатка, а езда на телеге по брусчатке — не самая удобная практика. Именно поэтому пришедшая в день на замену гонка, которую вы видите перед вами, это самый первый трамвайный вагон, расположенный прямо напротив входа в метро. Гонка имела неоспоримые преимущества в плане комфорта. Ездила парковным рельсом и вмещала почти 38 человек. 20 на первом этаже в салоне и 18 на втором этаже в интерьере. Максимальная скорость этого трамвая составляла 20 км в час, но по тем временам это была весьма приличная скорость. Так, друзья, первый из представленных сегодня трамваев вагон конно же бездороги к Гонка расположен прямо на входа в метро. Обратите внимание и напоминаю вам, что вы можете не только сфотографировать наш вагон-дворк, и зайти внутрь, посетить их и ощутить конкретно историческую линию. Справа под гонки. Обратите внимание, второй по счету трамвай. Это моторный трамвайный вагон типа F или фанарный. Сегодня у нас на параде представлен самый старый вагон, который принимает участие в нашем параде. Это он. Фанарный он называется благодаря наличию крыши фанарного типа. В крыше располагалась специальная разноцветная фанарная настройка для улучшения освещенности салона в темное время суток. Примечательно, что в самом салоне стояли трустальные плафоны, которые, к сожалению, до нашего времени не сохранились. Демонстрируемый на нашем сегодняшнем параде вагоне установлены плафоны из современного метро. Отечественные вагоны F в дореволюционной премии являлись основным видом подвижного социального московского трамвая. Вагоны оказались весьма долговечными и проработали аж в 1960-го года. Такие вагоны можно встретить до сих пор, но используются они уже только в служебных целях. Итак, второй по счету вагон, модерный трамвайный вагон типа M или фанарный. Это вагон, в котором сейчас находится максимальное количество участников и гостей сегодняшнего парада. Сразу за ним находится прицепной трамвайный вагон модели MAN. Это третий по счету вагон вереницы наших трамвая. О нем я могу добавить лишь то, что прицепные вагоны появились вследствие огромного пассажиропотока. И это самый распространенный тип прицепного трамвайного вагона до революционной годы. Итак, третий по счету в веренице наших трамвайных экспонатов прицепной трамвайный вагон модели MAN. В нем тоже достаточно большое количество гостей нашего мероприятия. Прямо сейчас заходит внутрь и фотографирует надолгую память о сегодняшнем уникальном событии, которое разворачивается на ваших глазах. Уважаемые участники, мы двигаемся дальше. Обратите внимание, вереница трамвая в просто фикарской месте. Возьмите внимание, вереница трамвая вагон Типа АП или без панады. Он находится прямо напротив какой-то шагоматиста, справа от панады. Наверное, если на 115 лет поспорского трамвая, на тортой трамвая вагон Типа АП или без панады, вошел, идите жалкость, приезжайте, пробуйте, щупайте, заходите внутрь и фотографируйте на паре. Переведется в советское время. Маслама увеличивалась количество гаража, что явилось причиной необходимости в дополнительном заработанном уровне. Требовалось увеличение числа всего трамвая. И тогда было принято решение пойти на сухую панаду. Без панады. 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 Вот такой вы на руле. 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 Нет, не ем. Вот такой вы на руку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok